Сегодня мы с вами решаем задачи на закон отражения света, на законы отражения света. Но прежде чем решать задачи на эту тему, давайте вспомним, как формулируются законы отражения света. Первый закон отражения. Коля Савченко. — Падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр к отражающей поверхности, проведенный через точку падения, лежат в одной плоскости. — Падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр к отражающей поверхности, проведенный через точку падения, лежат в одной плоскости. Это первый закон отражения. Второй закон отражения. Даник Кемель. Угол отражения равен углу падения. Отлично. На эту тему мы решаем задачи. Тема задачи на законы отражения света. Задачи на законы отражения света. Домашнее задание на завтра. На завтра с вами урок. Лукашек. Задачи с номерами 1546-1547. Далее. Генденштейн. Задачи с номерами 2643-2657. И 2658. Записали. Теперь давайте, прежде чем решать задачи из задачника, проведем такую разминку. Я нарисую зеркало и падающий луч. Ваша задача провести отраженный луч. Вот зеркало. Вот падающий луч. Нужно построить отраженный луч. Ариадна, пожалуйста. Вот тебе мел. Рассказывай. Сначала нужно построить перпендикуляр к отражающей поверхности через точку падения. Стоп. Попробуем. Ты правильно все говоришь. А нельзя ли это сделать более точно? У тебя довольно здорово получилось. А если воспользоваться циркулями линейкой, как бы мы провели перпендикуляр? С помощью секущей. Вот есть такая система, заменяющая как бы циркуль. Можно ею воспользоваться для того, чтобы построить перпендикуляр? Если не подскажешь мне, я сам подскажу. Смотрите, что можно сделать. Берем циркуль и раствором наносим сюда и сюда штрешок. Теперь увеличиваем раствор циркуля. Ставим ножку циркуля сюда. Нет, сюда. И проводим здесь дужку и с той стороны дужку. Ставим циркуль сюда. Проводим здесь дужку и здесь дужку. Если у нас циркуль действительно хорошо работает, то эти три точки, а именно эта точка, эта точка и точка падения, должны лежать на одной прямой. Почти получилось. Вот теперь мы научно обоснованным методом построили перпендикуляр. Хорошо. Покажи, пожалуйста, угол падения. Угол альфа. Так, хорошо. Теперь надо построить угол отражения. Угол отражения равен углу падения. Так, угол гаммы. Ну, ты построила вручную. Можно было бы и с помощью циркуля линейки это сделать. Ну, не будем на это тратить время. Спасибо. Значит, какая важная часть решения. Всегда, когда вам нужно построить отраженный луч, начинайте с того, что строите перпендикуляр к отражающей поверхности, проходящей через точку падения. А потом уже все остальное. Следующая задача. Нам было дано зеркало и падающий луч. Нужно было построить отраженный луч. А теперь, допустим, дан падающий луч и отраженный луч. Нужно построить зеркало. Вот падающий луч. Вот отраженный луч. Нужно построить зеркало. какие будут идеи с чего начнем ярик мы строим бисектрису между этими вот этого угла между падающим лучами отражен хорошо ну давайте попробуем построить бисектрису этого угла как это можно сделать смотрите ставим сюда ножку циркуля проводим раз-два две засечки делаем теперь в эту точку где засечка пересекает ставим ножку циркуля проводим дужку 1 и здесь проводим дужку 2 и теперь соединяем вершину угла с точкой пересечения вот этих засечек возьмем линейку и это будет бисектриса угла образованного падающим и отраженным лучом мы можем ее продлить даже дальше вот так ну ладно бисектриса а какова ее роль ярик совершенно верно дело в том что перпендикуляр отражающей поверхности представляет собой бисектрису угла между отраженным и падающим лучом значит если мы хотим построить зеркало нам нужно через вот эту точку провести перпендикуляр к этой бисектрисе раз это нормаль то зеркало должно быть перпендикулярно нормаль ну можно опять таки взять грубо провести вручную но можно воспользоваться и научными методами как это можно сделать давайте попробуем сделать так поставим сюда ножку циркуля 1 2 теперь поставим сюда ножку циркуля если я сделаю так то я пройду через эту точку мне ничего не получится я же хочу здесь получить пересечения значит что мне надо сделать увеличить раствор циркуля но у меня нет циркуля я физика не математик я увеличу раствор циркуля путем последовательного подключения одного проводочка увеличим раствор циркуля ставим сюда ножку 1 и здесь тоже 2 этим же раствором сюда 1 2 и теперь если я все точно сделал то это точка эта точка и точка падения должны лежать на одной прямой почти получилось который представляет собой зеркало знаете мне от руки интереснее рисовать вот я не привык под линейку рисовать меня мой папа учил рисует руки вот зеркало и так еще раз если вы хотите построить зеркало а у вас есть падающий отраженный луч вы сначала строите бисектрису угла между падающим отраженным лучом это бисектриса имеет физический смысл нормали к отражающей поверхности потом строите проходящий через точку падения перпендикуляр к этой нормали и это и будет поверхность зеркала разминка окончена переходим непосредственно к решению задач начнем с задачи из гельфгата номер 1519 номер 1519 гельфгат для восьмого класса текст задачи сейчас появится на экране вот солнечные лучи падают под углом 60 градусов горизонту как нужно расположить плоское зеркало чтобы отраженные лучи осветили дно глубокого колодца сделайте схематический рисунок поясняющий ваше решение давайте запишем солнечные лучи падают под углом 60 градусов горизонту к горизонту то есть это не угол падения потому что угол падения отчитывается от нормали поэтому обозначен его буквой фи 60 градусов как нужно расположить плоское зеркало чтобы отраженные лучи осветили дно глубокого колодца ну давайте пока краткое условие прервем и сделаем рисунок лучи падают под углом 60 градусов горизонту нарисуем тоненькую линию пока что тоненькую обозначающую горизонтальную поверхность теперь покажем падающий луч с горизонтом он образует угол 60 градусов где-то так где этот угол фи это угол с горизонтом вот он фи я его вот такими стрелочками отмечу теперь сюда мы хотим поместить плоское зеркало оно должно отразить свет таким образом чтобы световые лучи осветили дно глубокого колодца как должно быть на про как должен быть направлен отраженный луч перпендикулярно земной поверхности то есть вертикально вниз показываем отраженный луч теперь можно нарисовать колодец это особого отношения к физике не имеет просто украшение рисунка но там где-то глубоко внизу мы дно можем даже не показывать теперь нам нужно показать зеркало только что мы с вами построили зеркало зная падающий отраженный луч сейчас проделаем то же самое сначала проводим бисектрису я уже не буду пользоваться не циркулем не линейкой не своими проводками и крокодилами а на глазок проведу бисектрису пунктиром где-то так вы тоже можете на глазок это сделать это бисектриса является нормалью к отражающей поверхности значит перпендикулярно этой бисектрисе мы проводим отражающую поверхность вот она вот наше зеркало теперь попытаемся ответить на вопрос как нужно расположить плоское зеркало надо сказать как оно должно быть наклонено давайте зададим вот этот угол я его одной дужкой отмечу угол между зеркалом и горизонтом и обозначим этот угол ну например буквой эпсилон вот такая стоит перед нами задача угол фи дан угол эпсилон нужно найти с какой стороны подступиться к этой задачи всегда надо искать треугольники а еще лучше искать прямоугольные треугольники потому что в них известен еще один угол посмотрите вот в этом маленьком треугольнички это угол прямой это угол эпсилон сумма углов треугольника у нас 180 градусов значит давайте попробуем вот этот угол найти я его обозначу двумя дужками чему он равен он равен 90 минус эпсилон 90 градусов минус эпсилон хорошо вот один угол мы уже нашли скажите пожалуйста а вот этот угол чему будет равен смотрите это угол падения это угол отражения эти углы равны это у нас перпендикуляр если равны вот эти углы то должны быть равны и вот эти углы этот угол мы нашли это 90 минус эпсилон значит это тоже 90 градусов минус эпсилон отлично а теперь давайте сделаем так через эту точку проведем горизонтальную линию вот так скажите пожалуйста чему равен вот этот угол это наше старое доброе фи этот угол фи этот угол 90 минус эпсилон а все вместе это угол наклона зеркала к горизонту чему он равен эпсилон это тот же самый угол значит мы можем записать фи плюс 90 градусов минус эпсилон фи плюс 90 градусов минус эпсилон вместе даст нам эпсилон фи дано эпсилон надо найти перед нами уравнение эпсилон переносим вправо получаем фи плюс 90 градусов равняется 2 эпсилон откуда угол эпсилон равняется чему фи плюс 90 градусов пополам вот рабочая формула вычисляем эпсилон равняется 60 градусов плюс 90 градусов делить на 2 в числителе будет 150 пополам 75 градусов значит это зеркальца нужно наклонить к горизонту под углом 75 градусов чтобы не зависеть от обозначений сформулируем ответ словами как обычно читаем вопрос как нужно расположить плоское зеркало отвечаем плоское зеркало нужно наклонить под углом 75 градусов к горизонту правда есть одна тонкость вот допустим плоское зеркало вот я его наклонил под углом 75 градусов горизонту солнце светит отсюда вот так ну ладно я повернула так чтобы это было как как на рисунке я же могу это зеркало под углом 75 градусов горизонту поворачивать еще и так правильно поэтому ответ который мы сейчас записали не является однозначным во первых должны наклонить зеркало под углом 75 градусов горизонту а во вторых еще солнечный луч должен быть направлен так чтобы лежать что нормаль к зеркалу должна быть вертикально в той же плоскости что и световой луч то есть световой луч и перпендикуляр к зеркалу должны лежать в одной плоскости нельзя вот так наклонять и эта плоскость должна быть вертикально почему вертикально потому что отраженный луч тоже лежит вертикальной плоскости так вот так что нужно понимать что угол 75 градусов не задает ответа однозначно как же мы можем сформулировать еще это дополнительное условие значит там мы ставим запятую так и пишем причем перпендикуляр к зеркалу должен лежать в вертикальной плоскости совпадающей в которой лежит падающий луч вот теперь мы задали две величины наклон и горизонтальный поворот зеркала хорошо идем дальше следующая задача пятнадцать двадцать один выводим я на экран мальчик находящийся в в точке а хочет пустить солнечный зайчик в окно девочки точку b под каким углом горизонта он должен расположить плоское зеркальце если два отрезка а c и bc по 2 а солнечные лучи падают под углом 25 градусов к горизонту значит что известно солнечные лучи падают под углом 25 градусов горизонту пусть это опять таки будет угол фи два отрезка а c и bc равно 20 метров а c равно bc равно 20 метров под каким углом горизонту мальчик должен расположить плоское зеркальце обозначим этот угол по прежнему буквой эпсилон делаем рисунок но мы не будем все три луча рисовать она рисуем только один луч тот который проходит то через точку а где находится зеркало значит вот горизонтальная поверхность вот стена дома точка а находится вот здесь точка c это точка пересечения полос стеной c и точка b находится на таком же расстоянии от точки c как и . а эти отрезки одинаковые вот . бы световой луч падает в точку а под углом 25 градусов горизонту это где-то вот так вот угол фи заданы в условии задачи отраженный луч должен попасть в точку b где находится девочка нам нужно зеркало разместить строим перпендикуляр вот он и проводим саму плоскость зеркала перпендикулярно этой бисектрисе этого угла вот вот так должно быть расположено зеркало какой угол нам надо найти смотрим под каким углом горизонту он должен расположить плоское зеркальце угол горизонту вот он я его обозначу двумя дужками и буква эпсилон кстати где то еще есть этот угол конечно есть вот он ребята как вы думаете а нам нужны вот эти двадцать метров для решения задачи конечно нет это можно было бы сразу сказать потому что в условии задачи дан угол спрашивается угол поэтому линейные размеры не должны входить в решение задачи но что же ценного в том что здесь записано отрезки одинаковые а если эти отрезки одинаковые вы можете сказать чему равняется вот этот угол чему равняется этот угол 45 градусов правильно 45 градусов вот так ну а теперь давайте смотреть что у нас получается вот эти два угла равны это угол падения угол отражения правильно я их вот так обозначу пунктирными стрелочкой мы знаем вот этот угол надо найти вот этот угол а еще мы знаем что этот угол равен 45 градусов давайте вот этот угол падение и отражение чтобы подчеркнуть что они одинаковы бы он просто обозначать одной той же буквой альфа альфа и альфа и попробуем установить связь между всеми этими углами смотрите угол фи отчитывается от горизонта плюс угол альфа плюс угол альфа плюс 45 градусов сколько будет 180 пишем фи плюс 2 альфа плюс 45 градусов равняется 180 градусов теперь нам надо как-то от альфа избавиться потому что альфа в условии задачи нет как можно это сделать давайте еще поищем что-нибудь интересное например отсчитываем угол отсюда до плоскости зеркала что мы видим альфа за ним идет какой угол фи за ним идет угол эпсона это очень ценно потому что у нас заиграла неизвестное в наших уравнениях альфа плюс фи плюс эпсилон сколько будет 90 потому что это перпендикуляр к зеркалу и так альфа плюс фи плюс эпсилон равняется 90 градусов вот у нас получилась система двух уравнений с двумя неизвестными одно неизвестное это альфа оно нам не нужно второе неизвестное это эпсилон что я предлагаю сделать давайте вот это уравнение умножим на 2 тогда у нас получится здесь умножим на 2 2 альфа плюс 2 фи плюс 2 эпсилон равняется 2 раза 90 180 градусов вот эта сумма равняется 180 градусам и эта сумма равняется 180 градусам если равны правые части то равны левые части поэтому вот это и это одинаковые то есть выписываем вот эту часть фи плюс 2 альфа плюс 45 градусов равняется вот этому 2 альфа плюс 2 фи плюс 2 эпсилон с удовольствием отмечаем что 2 альфа можно взаимно уничтожить тогда здесь остается фи плюс 45 градусов а справа остается 2 фи плюс 2 эпсилон теперь нам нужно найти эпсилон значит мы фи переносим влево здесь у нас будет фи минус 2 фи то есть минус фи минус фи плюс 45 градусов равняется 2 эпсилон ну а само фи будет два раза само эпсилон будет два раза меньше эпсилон равняется половинка от 45 градусов минус фи вот рабочая формула остается выполнить вычисления эпсилон эпсилон равняется 45 градусов минус 25 градусов пополам равняется 10 градусов ответ под каким углом горизонту нужно расположить зеркало зеркало нужно расположить под углом 10 градусов горизонту зеркало нужно расположить под углом 10 градусов горизонту вот так нас не спрашивают как это зеркало должно быть повернуто по отношению к стене дома поэтому мы тут ничего не упоминаем то о чем я говорил в предыдущей задаче и после последняя задача номер 15 22 это очень поучительная задача с большой практической ценностью два плоских зеркала расположены вертикально под прямым углом друг другу на эту систему зеркал падает горизонтальный луч докажите что после двух отражений от зеркал направление луча изменится на противоположное задача номер 15 22 два зеркала расположены под прямым углом друг другу под каким-то произвольным углом на одно из зеркал падает световой луч надо доказать что после двукратного отражения от этих зеркал луч пойдет в направлении противоположном направлению падающего луча с чего начинаем конечно же с перпендикуляра проводим перпендикуляр в точке падения отмечаем вот этот угол пусть это угол падения альфа строим отраженный луч вот он этот угол тоже альфа угол отражения равен углу падения строим перпендикуляр в точке падения луча после первого отражения этот угол альфа а этот угол какой это альфа все вместе прямой угол это ж перпендикуляр значит это 90 минус альфа этот угол чему равен тоже альфа значит этот угол равен 90 минус альфа альфа строим отраженный луч этот угол 90 градусов минус альфа так как угол отражения равен углу падения тогда что у нас получается этот угол тоже равен альфа этот угол равен альфа смотрите это две параллельные прямые вот этот перпендикуляр и плоскость зеркала они параллельны эти два луча повернуты на угол альфа по часовой стрелке вот так видите вот это угол альфа и вот это угол альфа раз мы обе прямые провернули на одинаковые углы они остались параллельными значит эти два луча будут параллельными зависит ли ответ от альфа нет это замечательно это значит что под каким бы углом у вас не падали на два взаимно перпендикулярных зеркала лучи отраженный луч всегда будет возвращаться обратно и в этом можно убедиться легко на опыте вот у нас есть два зеркала одно и второе я постарался их расположить взаимно перпендикулярно сейчас я уточню вот теперь мы пускаем лазерный пучок на одно из зеркал так как на рисунке на верхнее сейчас у нас только одно отражение а вот сейчас мы сделаем так чтобы отражался луч и от второго зеркала вот он входит отражается и выходит и он у нас будет параллелен падающему лучу сейчас немножко под регулируем вот видно эти два луча параллельны причем я могу поворачивать их как угодно они будут оставаться параллельными друг другу а теперь оказывается это пару зеркал можно еще дополнить третьим зеркалом вот если бы эта поверхность была зеркальная то у нас получился бы трехгранный прямой угол отражающий в этом случае не нужно чтобы свет падал именно вот так то есть чтобы световой луч был параллелен вот этой плоскости он может падать и отсюда и после отражения в трех взаимно перпендикулярных зеркалах всегда луч будет возвращаться обратно и этим и это используется во многочисленных приложениях в основном на транспорте например в дорожных знаках специальным образом сделано так правда там не такие призмачки там немножко другая технология чтобы свет идущий к отражающему знаку вернулся в том же направлении поэтому даже слабые фары ну там велосипедная фара когда свет от нее падает на этот знак он возвращается к источнику а рядом с источником водитель поэтому ночью знаки очень ярко видны на спортивной одежде на одежде работников ГАИ и тоже специально есть покрытие отражающий свет обратно ну а самое интересное когда-то запустили в советском союзе луноход на луну и французы сделали уголковый отражатель зеркальный который возил луноход с земли лазером освещали этот отражатель и несмотря на расстояние примерно в 384 тысячи километров свет возвращался на землю почти туда откуда лазерный луч испускался отраженный луч фиксировали и измеряли время прошедшее от момента когда свет от лазера пошел отразился и до момента когда он вернулся зная скорость света определили с огромной точностью 15 сантиметров расстояние до луны тогда расстояние от земли до луны можно было определить с точностью 15 сантиметров я помню была телевизионная передача показывали табло на котором было расстояние от луны до земли младшие цифры все время плыли потому что луна движется не по окружности по эллипсу плюс к тому же земля проворачивается поэтому точка наблюдения либо приближается к луне непрерывно либо удаляется вот что я хотел вам сегодня рассказать урок окончен что это